Привет, меня зовут Марина, и сегодня у нас ароматное видео, парфюмерия, причем бюджетное, и, конечно, не для снобов будет видео, и я скажу, достойны эти новинки моей коллекции, либо они достойны своих небольших совершенно денег, стоит ли на них обратить внимание. Продаются они на многих площадках, маркетплейсах, но я заказала именно на Валперис. Они могут исчезнуть с продажи и появиться, в принципе, я их покупала не за один раз, а постепенно, постепенно я их накопила, потому что они исчезали, их не могло дождаться, потом появлялись, я их выкупала, они опять исчезали, и так это периодически происходит. Так что, если в данный момент нет аромата, добавляйте в отложенный, вы его поймаете и выкупите. Ну, первый аромат пойдет, он пришел мне в такой коробочке, как видите, в стиле Бьюти Депо, это сайт магазина, думаю, все знают Бьюти Депо, очень много распаковок у меня с него есть, прекрасно у них, как всегда, все оформлено, и даже на Валперис пришел в таком оформлении, ну, с Валперис. Всего лишь от них я с Валперис заказала один аромат, кстати, у меня целый плейлист из подборки парфюмерной, и не так давно я сняла еще, в этой же парфюмерной подборочке присутствует мое из последних парфюмерных видео, как ПД Париж, я влюбленная в ароматы, там мне они очень понравились, очень насыщенные стоки, я сейчас их ношу с удовольствием. Обзор сделала, кому интересно, проходите, смотрите, там на нишу и на люкс аналоги, и, конечно, это тоже аналог, который я сейчас вам покажу. Вот такая Валентина Дор, туалетная вода в объеме 100 мл, изготовитель Казань у нас, АО Аромат, я не могу сказать, что мне нравятся их ароматы, вот, не могу сказать, когда они во сколько попадались, как бы не совсем они мне нравились в итоге, даже если я их приобретала, но этот понравился. Коробочка такая, цена, кстати, аромата у меня была 299 рублей, бывает даже цена и ниже потом была, и повыше, в общем, цена разная, оформление вот такое, коробочка сама по себе хлипенькая, вот, так что обратите внимание, кто будет покупать на подарок, вполне возможно, что вы, возможно, на подарки купите вот такую серию ароматов, потому что в таких флаконах идет целая серия ароматов, ссылки оставляю, как всегда, на Валберис, проходите, смотрите. Конечно, это аналог на Кристиан Диор Жадор, всем известный аромат, многие его любят, и я считаю, что он из моды не выходит, вот такой красивый стеклянный шарик, выглядит вот так все. Я, конечно, долго смотрела на этот флакон, наверное, год целый, но в итоге решилась купить. Нравится мне флакончик, 100 литров, поливайтесь сколько хотите, пластиковая крышечка, сразу показываю, устраивает это вас или нет. Пластик неси на тонкий, надеюсь, не полопается. Распыление хорошее, это тоже пластик, защелкивается хорошо, выглядит очень мило и красиво. Посмотрите, будет украшать мой туалетный столик, прям здорово. Хотя моего мужа уже мой туалетный столик раздражает, такого качества ароматов на столике стоит, что там, не знаю, глаза можно сломать. Когда я выбираю аромат, я все время не знаю, какой выбрать мне аромат, я все время теряюсь. Ну, вот еще теперь будет у меня новенькая в коллекции. Сразу говорю, аромат мне понравился. За 300 рублей хорошее звучание аромата, я ожидала чего-то более худшего, мускусного, грубого. Нет, этот аромат, конечно, не могу сказать, на сколько процентов схож с оригиналом, но я когда-то давно тестила Жадор в Литуале. Вот, у меня так немножко воспоминания, естественно, есть, поэтому я могу сказать, на сколько процентов, точно не скажу, у меня даже пробника нет, чтобы прям сравнить их можно было. Но направление Жадора однозначно. Так что, кто экономит, кто что-то похожее на Жадор, нравится кому-то Жадор, я знаю, что многие любят этот аромат, он такой ближе немножко к классике ароматов, то вы можете себе его приобрести, расслушать, разнюхать, сделать выводы. 300 рублей небольшие деньги. Так, по самому аромату. Аромат, не могу сказать, что он бабушкин, в смысле, что он для возрастных женщин, хотя он прекрасно подойдет, но хочет пользоваться. Он радостный, он весенний, он со сладкими нотами, цветочными, но при этом утяжеляют его зеленые ноты ландыша, белые цветы. И несут его в классическую сторону, в некую такую одеколонистость. Это вообще такой цветочный, пудровый для меня аромат, с верхними нотами бергамота, груши, дыни, которые дают эту сладость, магнолий, мандарина, персика. А сердце аромата здесь есть, жасмин, вот о чем я вам говорю, ландыш, который чувствуется здесь хорошо, орхидея, роза, сливы, туберозы. Туберозу я не могу сказать, что с магнолий, я сильно чувствую. Я думаю, что здесь нет такого раскрытия нот, как в оригинале. Все-таки он 300 рублей стоит, поэтому мы делаем скидку сразу. На все бюджетные обзоры, которые я делала на своем канале, я говорю примерно, хвалю ароматы бюджетные, но я имею в виду, что они стоят 300, 400, 500 рублей, они прекрасно пахнут за эти деньги. И ни в коем случае не говорю, что они аналоги прям люкса и одинаково звучат. Ни в коем случае я это никогда не скажу. Естественно, звучит дешевле, проще, но он достойен этих денег. Поэтому обратить на него внимание, я думаю, стоит любителям жадора, либо любителям цветочных ароматов. Также тут нам говорят, что есть фиалка и фрезия. В шейфе лежат нюансы в ваниле, ежевики, кедра и мускуса. Мускуса здесь нет химозного, ни потного, ни животного. Уже это большой плюс аромату. Очень слышатся яркие цветы и жасмин. Вот это вот прям бландыш мне в покое здесь не оставляет. Фрукты, ваниль. Вот сладость, мне что нравится, что он ярок немножечко своей сладостью. Поэтому он не кажется скучным, он кажется веселым. Я с удовольствием им пользуюсь. Как видите, там он уже прям не под самую завязочку у меня. Немножко отпит, так скажем, отлит. Аромат подойдет вы в офис, и в театр, и куда хотите. Но он имеет строгие нотки вот этих самых цветов классических. Это жасмина, не переслащенного, не дольного никакого. С ландышем. И со сладкими нотами. Вот ванили я тут, правда, не могу сказать, что чувствую ваниль. Вот не чувствую ванили, но сладость есть. Но она больше фруктово-цветочная, нежели ванильная. По крайней мере, на мой нос. У меня аромат уже постоял несколько месяцев. Я дала ему немножко отстояться. Хотя мне понравилось с первого затеста. Прекрасно подойдет в подарок и мамам, и бабушкам. Да и себе побаловаться отлично. Далее аромат этот заказывал уже давно. Он идет с людьми. Специально оставил, чтобы вам показать. Достаточно популярна на ютубе была освещена эта линейка ароматов. Тоже отечественных. Они идут по разными номерами. Целая серия, вот у меня единица. Ароматы New York Parfum. Вот так выглядит коробочка. Достаточно лаконично, современно. Нормально, интересно. Но любители каких-то таких эдаких флаконов, конечно, возможно, не понравятся. Здесь уже 50 мл. А это парфюмерная вода для женщин. New York Parfum 1. Уже не помню, до какой цифры там доходит эта серия. Но, я думаю, обзоры вы все видели уже на ютубе. Знакомы. Все ссылки на Wildberries. Конечно, я оставляю каждого парфюмерчика. Проходите, смотрите. Ознакомьтесь, кто не знаком с этой парфюмерией. Кстати, по цене я покупала его еще 383 рубля. В данный момент цена стоит 643 рубля. Она тут, видимо, падает, опускается, как всегда. Флакончик выглядит вот так. Просто. Видите, как у меня уже не хватает аромата. Во-первых, он мне как бы понравился. Во-вторых, я его долго отстаивала, чтобы он набрал яркость. А до этого еще не могла долго понять вообще, что это такое. Потому что он был вообще очень летуч. Просто до невозможности летуч. В моем случае, для моего носа. Я им брызгалась-брызгалась. В итоге отставила. И сейчас пользуюсь уже отстойным и более насыщенным ароматом. Он стал более стойчий, естественно. Это, наверное, полгода уже. Может быть, больше. У него вместо бумаги наклеена такая пленочка. Так что она хорошо даже протирается влажной салфеткой при желании. Можно в ванной поставить. Пульверизатор выглядит вот так. Тоненькая пластиковая крышка. Все скромно и симпатично. Для любителей. Минимализма. Ну, что сказать. Это аналог Гуччи Флора Гардения Гардения. Как-то так. Любите ли Гуччи Флора Гардения? Можете приобрести этот аромат, дабы экономить на своем более люксовом, дорогом флаконе. Можно дополнительно купить этот. И поливаться ему, когда вам вздумается. В офис, дома, на пижаму, на ночь. Потому что он вообще не раздражает никак. Мне даже очень на ночь нравится его наносить. Или когда у вас очень акварельное, нежное настроение. Он тоже прекрасно подойдет. И летом отлично подходит. Если вас устраивает не сильно стойкий аромат. Ну, жарут в самый раз, по-моему, этот аромат подойдет. В аромате присутствуют красные ноты. Грушовый сок. Здесь чувствуются ноты груши. Также цветов Гардения и Франжипани. Ноты шлейфа, коричневый сахар и пачули. Да, кстати, распыление хорошее. Я вам сейчас преснула. Ой, сладенький. Очень приятно. Акварельный. Сладковатый. Нежный. Не назойливые цветы. Легкие сладкие ноты. Не знаю, коричневого сахара или нет. Но груша сладкая точно есть. Вот сладенькая груша. Какая-то некая водность присутствует. Вот сейчас на ладошку себе брызнула. Да, есть какая-то некоторая сахарность. Но не приторный совершенно. Поэтому для девушек милых прекрасно подойдет. Для всех, кто любит акварельные нежные ароматы. Без противных химозных нот. В направлении Гуччи Флора, Гардения. Очень даже в этом плане очень схож. Не знаю, на сколько процентов. Мне нету оригинала, чтобы сравнить. Но я думаю, для любителей нежнятины прям это ваше. Да и мне нравится. Я прям наношу вечером этот аромат. С утра я на себе его еще чувствую на коже. Или на одежде. Но я чувствую от себя некий такой легенький шлейф этого аромата. Очень вкусненький, я бы назвала. Нежная вкусняшка такая. Но надо настоять. До этого я вообще не могла толком разобраться. Он был просто как какая-то водичка для меня изначально. Дальше будет вообще трэш парфюм. Который вы, наверное, будете смеяться. Когда увидите эти флаконы. Один из них я заказала даже два одинаковых. Потому что мне понравились эти флаконы за копейки. Изначально я заказала вот такой аромат. Господи, где он? Где он? Вот. Это то, чего хочет мужчина. Вот. Выглядит вот так. Это под столичную водку. Думаю, закажи из любопытства мне эти флаконы. Думаю, кому-нибудь подарок. На 23 февраля вполне можно, ну, либо мужу просто куплю, будет пользоваться каждый день. Если он будет, ну, как бы нормальный аромат. Либо кому-то на 23 февраля просто вложить в подарок. С коробкой конфет там, знакомому мужчине там, кому хотите, родственникам. Вполне, думаю, пригодится. В общем, заказала я этот аромат. Он очень смотрится как прикольный такой, знаете, прикол такой смотрится. Кстати, в объеме 100 мл. Столичный парфюм, туалетная вода для мужчин. Кстати, выпускает Химс Синтез, Красноармейск. Вот такая коробочка, по-моему, шла без слюды. Не помню, что была слюда. Посмотрите, какая она высокая. И вот такой флакончик. Ну, просто столичная водка. Я думаю, в любом мужчине просто будет интересно. Особенно, если аромат внутри еще такой хороший, не какой-нибудь там, ну, гадкий. То вообще просто на любой праздник, на любой 23 февраля, на день рождения даже приложить. Смотря на то, что будете дарить вообще. Вот, какой сам подарок. Вот. И прикольное, прикольное оформление. Мне понравилось. Кстати, у этого продавца можно найти большое разнообразие спиртных вот таких вот аналогов на спиртные напитки в виде парфюмерии. Разное там есть. Типа, я в водках, в алкогольных напитках не очень понимаю, но просто флакон для меня знакомый, потому что муж покупает периодически. В общем, аналоги вы там найдете не один. Вы выбираете, какая нравится вам бутылочка, кто что любит. Теперь по аромату. Стекло. Наклеечка такая. Донышко вот такое вот. Трубочка. Вы все можете оценить уже. Посмотрите, что там пружинку видно. Все по-простому, дешево. Сейчас скажу, какая цена. Распыление хорошее. Пластиковая крышка. В общем, очень все бюджетненькое, но очень все прикольно. Кстати, вышел он мне в 226 рублей. В 200 рублей было бы еще лучше. Второй флакон я купила даже, по-моему, уже подороже. Но это у него тут достаточно примитивный озон апельсин юзу. Кстати, у другого продавца сейчас в данный момент нашла на Валбис 417 рублей. Но это уже другой, по-моему, продавец. Потому что в данный момент нет у продавца, которого я покупала. Но у другого продавца написано, что ноты озона, апельсин юзу. Далее, есть в нотах сердца комбинация водных растений белого лотуса. И, конечно, в базе белый мускус и зеленый перец. По сути, аромат практически всем нравится по отзывам. Не, но он очень классный. За эти деньги он классный. Это такой миск для тела. Лимон. Здесь вы чувствуете именно такие лимонно-цитрусовые ноты. Они основные, главные здесь. Водность чувствуется от лотоса. Нет неприятного мускуса. Видимо, он здесь белый, раз он такой, ну, достаточно в базе. Очень достаточно неплохой аромат. При этом есть легкие ноты спирта изначальные. Но это они здесь вообще просто естественные. Вы сами понимаете, почему. То есть, это такое, вы открываете бутылочку. Водочки. Значит, пахнет немножечко алкоголем. Это ноты первые спирта. И тут же лимончик нарезали. Лимончик с вами. Но здесь же присутствует легкая сладость. Да, это такое ощущение, как будто это лимон со сахаром. Вот. Ощущение такое возникает у меня. Отличная поливашка. Да, мускус чувствуется. Чувствую. Белый мускус. Зеленый перец. Не знаю, здесь есть или нет. Не знаю, что там за аромат за такой. Короче, основные цитрусовые ноты. Они прекрасно будут освежать вас летом. Я, в принципе, даже немножко пользовалась. Но не активно. Да, бы мне еще видео не было снято. Летом попользовалась. С удовольствием. Освежает. Дополняет вот этими вкусными цитрусовыми нотками воздух. Так что после душа было приятно поливаться. И просто в жару я им поливалась немножко. Вот. Осталась довольна. Никакого раздражения к аромату совершенно нет. Прикольная бутылка. Прикольный такой мис для тела. Он настоястся стал устойче. Сначала он был вообще просто летучий. Как и вот и Нью-Йорк Лан. Так что обратите внимание. Там много разных бутылочек. В общем, брендов алкогольных, так скажем. Поэтому классные. Классные за эти деньги. Ну и конечно же у этого продавца, по-моему, там девушка. Вот видите, в таком пакетике мне пришло. Второй аромат. Он идет без слюды. Ну, могут быть замяты коробочки. Вот на подарок. Этот я взяла уже как бы на подарок. Думаю, тот-то я себе оставила. Даже не мужу этот аромат. Потому что он вообще никак не... Он и мужчина поливаться и девушкам, и парням, и женщинам. Кто хочет. Прекрасный, свеженький мист для тела. Очень приятный. Кто любит лимончики, цитрусы. Это вам сюда. Второй такой же приобрела. Думаю, на подарок. В итоге теперь, думаю, может быть, я его даже себе и оставлю. Уж больно вот такой. Хочется им поливаться, поливаться и поливаться. А, единственный нюанс, что может немножко замылиться и пахнуть потом слегка легким мылом. Ну, это его не портит, потому что, наоборот, как бы аромат чистоты тоже неплохо. Ну, я смотрю, просто много времени уже ушло у меня на видео, поэтому остальные ароматы, несколько штук, которые у меня остались, я оставлю их на следующее видео. Иначе мне этот слишком много времени занимает съемка. Ссылочки все оставляю. Обратите внимание, кому это интересно. Я всем довольна, мне все нравится. Сейчас я сниму следующие ароматы, накопившиеся. И попозже, попозже туда выложу обязательно это видео. Так скажем, вторую часть. В своих интересах находок на Валберес. Надеюсь, видео оказалось полезным, интересным. Всем спасибо, всем пока.